Друзья, всем привет! Мы сегодня на Дмитриево-Донском кладбище, как вы многие просили, и со мной вместе снова Александр, Игорь, и вот мы заходим. Это небольшое кладбище обязано своим появлением двум хуторам, Чубаевке и Дмитриевке, которые появились здесь в первой половине 19 века и находились тогда за городской чертой Одессы. Словом, сам погост граничил с Дмитриевкой, а от Чубаевки его отделял овраг и озеро. Это озеро осушили в 1950-е, а овраг засыпали. Сегодня это кусочек улицы Чубаевской между улицами Толбухина и Дмитрия Донского, недалеко от места, где находится известный многим одесситам кактус. Но вернемся все же к кладбищу. Сначала его называли Чубаевским или Дмитриевским. Еще до революции, недалеко от погоста, с одной стороны были расположены летние военные лагеря, а с другой лагерное поле. В годы Первой мировой войны его стали использовать для захоронения военнослужащих одесских частей, погибших на фронтах. И тогда у кладбища появилось новое имя. Оно стало офицерское. В первой половине 20-го века Чубаевка и Дмитриевка уже административно вошли в состав Одессы. Сегодня же это Дмитриево-Донское кладбище, по названию улицы Дмитрия Донского, на которой оно расположено, с явным намеком на исторический хутор Дмитриевка, которому, как и Чубаевке, оно обязано своим появлением. Здесь была часовня небольшая, она потом разослась и превратилась в вот такой вот мечтан. Вот часовня Дмитрия Солунского. Ну, в принципе, мы находимся на кладбище, как вы сказали, Дмитрия Донского, но у этого кладбища изначально было другое название. Это было Чубаевское кладбище по названию селения Чубаевка. Потом оно было офицерским, вы знаете его. Когда появился там офицерский поселок, оно стало офицерским. Теперь оно Дмитрия Донского по названию улицы. Кладбище возникло где-то в середине XIX века. Я так понимаю, что с появлением поселка, вернее, села Чубаевка возникло и кладбище. Потому что где-то в шкаране своих родственников нужно было. Вот они достаточно. Что сказать об этом кладбище? Это типично сельский погост. Типично сельский погост. Да, мы здесь можем найти захоронения начала XIX века. Времен, очень много захоронений времен 30-40-х годов. Ну и все остальное здесь уже 50-60-е годы. Ну, в остальном мы посмотрим. Тут крест сразу. Да, это поклонный крест. А на начало XIX века они там вот. Сейчас пойдем. В той стороне. Самая старая часть там, да? Да. Слева получается. 30-40-е годы где-то вот здесь вот. Поклонный крест. Да, это поклонный крест. Пятидесятники, шестидесятники, они вот в этом краю все расположены. Вот, кстати, да. Бестлер Николай Владимирович, 66-й год. Вот с 72-го года. Ты мне говоришь, что... Да. Сайка. Я просто однажды здесь был, я был здесь пить. Ну, ты свежак. Ну, интернациональный, да? Да. Христианское написано. Игорь правильно сказал. Интернациональный. Ну, обычно же на сельских вопросах что? Ну, на входе написано христианское было. Ну, и что? Официально христианское получилось. Нет, Господи. Нет? Нет, ну, тут как бы как... Евреи, которые, видно, христианской верой похоронены, которые уж прямо там... Они приняли христианскую веру? Ну, да, которые, как бы... Выпистили. Которые уж прямо там остаются... Ну, выпистили. Они, я думаю, тут не будут похоронены. Вот, кстати. Коряк. Кресты. Ага. И фотографии старые. Ну, 58-65 год. Пятидесятники. Нет. Ну, крест, наверное, еще старше. Крест, да, он намного старше. Смотрите. Здесь нет ни единого сварного шва. Здесь работали чисто кузнецы. Вот. По опрессовке, только горячей опрессовке получается. Вот. Ни одного сварного шва. Что наводит нас на мысль с Игорем, что эти кресты, вот эти кресты, блин, где-то 19 века. Откуда-то их взяли? Да. Их, и смотрите, они впаянные, вставленные в гранитные блоки. Вставленные в гранитные блоки. И кого-то его похоронили здесь поверх. Да. Вот, да, может, да, тут было кто-то похоронено. Может быть, кто-то был здесь ранее, а их просто вторым ярусом или третьим ярусом. Ну, семейный, как по лесу. Да, может быть, может быть. И тем более, видите, вот здесь должна была быть розочка или какой-то цветок, согласно традиции того времени. Ну, вон там розочка, цветок. Да, вот типа того. Вот типа такого и должно было быть здесь. Они сделали типа это мужской, это женский. Ну, да, да. Или просто, может быть, этот цветок отпал. Вот тут такие части есть. Тут все здесь. Даже видно, когда они реставрировали, вот сварка. Видно, вот сварка здесь. Вот видно четко, когда реставрировали этот крест. Кстати, вот на сельских погостах очень часто встречаются вот такие. А почему? Потому что кульницы рядом. Кульницы рядом. И ограда, между прочим, родная. Ограда родная. Того же времени, что и кресты. Отсюда следует, чтобы кто-то здесь был. И просто... Вот могила. 1904 года рождения. Бабуля такая-то. 65-й. 20-й. 61-й. Ну, мы, собственно, идем к дореволюционным могилам. Это свежий. 15-й год. Новикова Наталья Николаева. Я море, я солнце, я гибкая ива, я все, что так сильно при жизни любила. Я в небе, я ветрен, я часть изобилия, я есть, я в размахе моих новых крыльев. Там что-то интересное. Там мне крест заинтересовал. По размеру оно как троицкое, да, где-то? Да, где-то так. Вон, крест Александра заинтересовал. Ребятки. Видите? Какой год? 50-й. Современная обработка. А издалека, казалось, вроде бы... Вы же говорите, там где-то старый. Да, старый даже приносили, что и на роду. Вот мусор, смотрите, какой-то. Я вижу. И могилы тоже. Я говорю, ты как-то приноси, что на Троицком. Вот чьи тут могилы у нас. Ярославцево. 71-й год. 71-й, да. И там рядом тоже 71-й год? И спасатели. То есть тут бомжики живут какие-то. Ну да. Говорят, что тут наркоманов много ходят, закладки оставляют. А еще жители жаловались, я смотрел репортаж, что вот эта улица обильная, вон-то вот, да, по-моему? И оттуда, все похоронные процессии идут оттуда, и они жалуются, что сильно часто у них, потому что гроб заносят вот через вот эти маленькие ворота. Не пройдем, ребят. Да. Ребенки. А смотрите, а вот здесь. Идемте назад. А, дерево здесь. Разрешаемся. Что не могут подъехать к главному входу машины. И они вот заносят покойников, гробы вот через вот эти вот небольшие проходы с улицы обильной. Скорбное соседство. Жильцы улицы обильной чуть ли не каждый день сталкиваются с чужим горем, так как их дома волею судеб расположены с тыльной стороны офицерского кладбища на Дмитрия Донского. Умерших по непонятным причинам заносят не как положено через центральный вход, а через самодельные дыры в заборе погоста. Нельзя выйти с дома на улицу. Похороны постоянные. Людей хоронят. На центральный вход никого не несут, только сюда под дом. Живых людей надо бояться. Живых надо бояться. Вот, ребят, смотрите. Пожалуйста. Заброшенная могила. 2011 год. Чегин Олег Александрович. Видно, родственников нету, никто не приходит. Через какое-то время могут тут быть другие могилы. Вот где-то за границей, так там вообще платят деньги в Швейцарии. А везде. То есть, когда ты платеж не вносишь, то все есть. Там изначально, вот в Польше, при захоронении на 20 лет могилу не трогали. А потом... А потом плати, да? После 20 лет надо оплачивать. В Польше, в Германии, во Франции. В Швейцарии. В Швейцарии. Короче, в Западной Европе все... В Италии, по-моему, тоже, да? Да, да. Макс, когда искал графа Толстого... Михаил Михайлович? Да. Это младшего, да? Да. Основатель скорой помощи в Одессе. Он же связывался тогда и со Швейцарией, и со Францией. Чисто вот так вот... Ну, нашли. В Швейцарии, да? Да. Нашли его захоронение, все. Оно сохранилось? Нет. Нет, место. Только место, да? Место. Потому что... Так а в этом месте есть останки его, или? Ну, наверное, есть. Или, может, их выкопали? Не-не-не-не. Это... Я не помню, у кого-то есть такая тенденция. Игорь, вы не помните, кто выкапывает? Кажется, итальянцы... Да, я смотрел, вот это про Генуа девушка, где рассказывают... Вот они выкапывают асуарий, складывают останки в асуарий, а на это место покойник. Но у них временное, временное кладбище, как идет. Да, вот типа того. Там что-то лет 15-10 оно, а потом они... Да. Если, короче... У мексиканцев, я знаю, вот такая тенденция и есть, они складывают, они перемывают свои косточки там, у них это чисто такой праздник получается. А вот в Греции, где вот эти метеоры, где монастыри на Аскалах, так они хоронят, и по прошествии какого-то времени достают кости, моют их. Да, и складывают в асуарий. Да, да, да. И вот фотографии туристы привозили. Там прямо вот этот асуарий, там просто кости вот так вот лежат. Да, 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 да. Что, Александр, где старая часть? А где должна быть? Вот 32-й год, по-моему. Вот там вот. Вот 32-й год, смотрите. Я понимаю, но это не очень. Или 82-й? Нет, это 82-й. Это 82-й. Как найдем, так включусь. Вот, ребята, если посмотреть старую карту этого кладбища, то тут в центре обозначен курган. И вот, смотрите, мы как раз находимся сейчас на такой... На вершине. На вершине. Вот вниз идет, а вот вверх. Смотри, реально вершина, и там дальше вниз вот. И вот здесь вот можно искать. Не нужно искать. Старый? Да. Ну, здесь все более новое, кстати. 13-й год, 70-й год. Не, ну, не были уже поспорили. 1910-го года. Скончался. А вот еще вот здесь, смотри. Вот нашли. Ребята, сейчас снимем. Вот здесь, поход. Вот, 1967-й год. Тут семей... 19-й год, да? Да, это все эти Георги. Вот, 19-й год. Иван Иванович Георгий. Погибшего от рук... Зла... Злодеев? От рук злодеев, что ли? Зло... Злодеев. Как-то так написано, злодеев. Это Е. Е, вот это. Диев. Это Е такое. 5 июня 1919-го года, на 44-м году жизни. Мир праху твоему, дорогой, незабвенный муж и отец. Иванович Георгий. И вот, смотрите. Это его... Это его отец, получается. Иван... Ан... А, Иван Михайлович Георгий. Скончался в 1910-м году, на 83-м году жизни. Такое. Игорь попробует найти какую-то информацию. Если он найдет, я вставлю. Здесь еще куча надписей, но они нечитабельные. Ну, там надо стараться читать, но... Ну, тут просто какие-то стихотворения, печали, скорбим. Дорогое, как бы, ничего такого. У нас важного. Ну, тут семейный палисад, видите. Тут 97-й год, вон. Орловский, Крым, Кова. 12-й год, то есть это родственники. Не, ну... Георгий там, Георгий здесь. Кто отец его? Иван Михайлович Иван Иванович. Да. Скажите, что отец и сын. Ну, да. И что, больше тут ничего нет? А, может быть, где-то еще что-то есть. 33-й год, вон, скончался. Иванов Георгий. Ну, я говорю, что вот мы тогда ходили по несколько лет назад. Вот здесь, вот здесь, где-то 19-е годы, 20-е годы. Ну, здесь вот. Да. А вон, типа, казацкий, кстати, смотрите. Не его? Вы нашли, кстати? Нет, там. Давайте это снимут Марченко. С этими. Вот какой-то, вот, здоровый мужчина есть. Вот, ребята, старый тут есть. Нянка, Марченко. Марченко. И вот такой. 958-й. Шурочка Штепура. Скончалась два года. Три месяца. Последний подарочек дорогой доченьке от вечно скорбящих мамы, папы, бабушки, дедушки и братика. Шурочка. Вот, ребята, нашли 1939 год. Александр говорит же, это, скорее всего, с Пионерина, с какого-то другого погоста, старого. Со старого кладбища. Скорее всего, что, вот, как говорит Игорь правильно, с первого кладбища. Вот это вот. Потому что, как раз в этот момент, в это время первое кладбище ликвидировали. Такие... Бабушка что-то твоей. Такие постаменты, хресты с гранитными, гранитных камнях, обычно ставили где-то в конце, вернее, в начале, в начале 19-го века, где-то в 10-х, в 11-х годах. 1810-х. Да, 1910-х. Значит, 20-го века. И, да, в 30-х годах такие мы не могли сделать. Нет. Чаще всего, это с Пионериной перебитые. Чаще всего, блин. Ну, мы сколько сталкивались все при обследовании Папа Густов, это банально. Вот, 1949-й. А вот там как раз кладбище ограничится с чьим-то огородом. С пугалом прямо огородик. Видите? Опа, вот, смотрите. Это ж старые кресты. Относительно старые. Да, вон, они замазаны. Это вот как казацкие похожи, кстати. Нет, нет. Смотрите. Вот такие же вот такие кресты. Ну, они набили на них, по-моему, новые просто. Вот, смотрите, тут было, было что-то написано, вон. Это вообще ничего. Безымянные как. Ну, такого быть немой, это, скорее всего, что-то было. Что-то было, ее просто сняли. Вот они похожи на казацкие, кстати, такого типа. Это же ракушняк, или? Да. Если это ракушняк, то вот. Асцементированный ракушняк. Я вообще не понимаю, где могилы эти? Вот тут пистол получается. Вот они. А, невозможно. Это старые кресты. Ну, да. Вот, смотри, вот тут вот входят. Да. Ворота такие с крестом. Вернее, арка с крестом. Вот, смотрите, ребята, вход с улицы обильной. Вот такая арка. Нет, тут не читается. Там, тут невозможно прочитать, как вот тут. Вон, ребята, этот огород спугало бы. Смотрите. Прямо у кого-то тут огородик такой. Граничит с кладбищем. Посмотрим, это что зато. 64-й. Это мы назад идем. Вот, подходили к этому кресту большому. 39-го года, якобы. Вот такие советские могилы. Дверь кому-то домой, вот, прямо с кладбища. Такой звонок. Такой только в Одессе, может быть. Встал и пошел домой, да? Ну. Черный юмор. А что обходить? Вот именно. Прямиклон. Может, кто-то похоронен тут, раз. Конечно. Вышел. Запасной, нет, это запасной холд. Это был арка с крестом. Ну да, как раньше в катакомбе было, а это на кладбище. О, тут такая красивая беседка. И дерево с веником прямо. Идут прямо от стенки домов, да? Ага. Идут. Вот, Валечка голодная. Ну, скажем, что родственники или что? Валечке всего, получается, в 7 лет. 7 лет. Дочурка от папы, мамы и братик. И снесенный крест сверху. Борьба с космополитизмом. Нет, может, его и не было там. И прочее, прочее, прочее. Может, его там и не было? Нет, обязанность был бы быть. Ну, в 32-м уже. В 32-м, конечно. Уже не обязан. Ну, в 32-м просто, нафиг, что убрали. Атеисты были. Да. Боисты еще атеисты. 95 лет прожило. В штате, дегай. Ага. Ага, 60... 1908-й? 68-й. Нет, по-моему, в 8-й. Секундочку, а почему ты туда ядь пульс? 1908-й. 1908-й. Да, вот, пожалуйста, старые ребята нашли. Спиридонов. 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 Уйти здесь. А, кстати, это, походу, это было закрыто, может, часть. То есть, скончался в 1908 году, какого-то марта. Точно такой же, но уже 66-й год. Это банальная перебитка. Почему? Потому что постамент такого... Так, мне кажется, что это тоже было, там какая-то табличка вам была наклеена, закрытая, ее сняли. Она, может быть, отвалилась. Смотрите, вот. Смотрите, тут видите, что-то было. Как будто... Хотя или нет, или это мрамор так разрушается. Это мраморная табличка. Может, она... Может, там... О, тревога. Но постаменты такого типа... Тревога. Вот, Игорь, не даст соврать, что постаменты такого типа были в начале 20-го века. 910-911-х годов. Ну, вот. Тут тоже, может, за этой табличкой что-то есть? Что-то есть. Вот. Что-то есть. Вполне вероятно. Потому что, смотрите, по глубине она сидит там глубже, чем здесь. Значит, здесь что-то есть еще. Просто сверху закрыли, и все. Вот то, что вы говорили, Игорь. 50-60. Да, 50-60. Это 50-60-60. Это 50-60-60-60-60. Ну, вот, смотрите, какой орнамент. Угу. Растительный орнамент. Вот, Игорь, рассказал, что этот орнамент раньше делали ложками. Да. Вот, видно даже. Чайными, столовыми. Да, похоже на ложку. Здесь, здесь покоится Отрак Василий Косминюк. Отрак. На 76-м году. А, год не видно? 1915. 15-й, что-то. 16-й, да? То есть... 1916. Если это уже Отрак, так это уже... ...тыщерс ядер на конце. 1916, похоже. Вот старые могилы, кстати, ребят. Кстати, вот еще. А-ля казацкая. Нет, здесь никаких надписей нет на эту гости. Хотя, надписи были где-то вот здесь вот. Что-то такое непонятное. Вот, 22-й год. Угу. Каравань. На этом памятнике просто снесенный вот такой вот крест. Скорее всего, что они были идентичные. Поставили вот этот. Угу. Вставили. А, ничего не читается. Уже ничего не видно на них. Но они старые. Они лучше старые. А давно эту церковь построили? Ну, относительно. Лет 10 или? Нет, поболее. В 2000-х? В начале? Ну, вот так, в конце 90-х. 41-й, да, был? Да, там 41-й. Громотюг. Начало оккупации. Угу. Вот тоже старый крест. Очень старый. А это же Анейм. Что Анейм? Бежимин. А, но... Ничего не видно там. Ноу-нейм. А, вот есть тут. Есть, да. Да. Мацкова. 1911-й, по-моему. Да. На 1933-м году здесь покоится Лидия... Аныця Алексеева-Мацкова. Скончалась такого там... 7 мая 1911 года на 1933-м году жизнь. Мир праху твоему, дорогая жена. Ничего не написано, да? Что там? Ну, вот, не смотрю, здесь... Нет. Швов, шваровичный швов. Тут тоже с этой стороны было что-то. Ничего не видел. Мрамор же тоже Ракушняк. Да? Это из Весняка. Мрамор Ракушняк? Да. Один на другом. Ну, это, видно, родственники раз. Вот, приходят, приносят веночки. Какие-никакие, но веночки. Ребята, как поняли, мы в другую часть пошли. Где Александр говорит, 50-ники, 60-ники. Да, вот они. Ну, как бы, ясное дело, что они все тут тоже на чьих-то местах. На чьих-то местах лежат. Более старых. И, может быть, что-то тут и найдем. 62-й. Но, смотрите, мраморная плита, отшлифованная хорошо. И сверху набита новая надпись. Ну, крест, по-моему, тоже мраморный. Крест нет. А, посмотрите, сверху. А, хотя да, да. Перебитый? Старый мрамор. Только его как-то отшлифовали грубо. Нет. Он не шлифованный. Он еще из-за вот этих вот растительностей. Видите? Ага. Которые... Вот она. Из-за этого плеща. Плюс ко всему, он под воздействием внейшей среде, он принял такой свой лик. Но это мрамор, благородный мрамор. И, соответственно, это тоже мраморная и перебитка идет. Вот это вот цементный памятник. Сверху нашлепали мрамор, вставили крест, поставили эпитафи и все. И крестом тоже либо таким боком. А здесь ракушняк. А здесь ракушняк. В 62-м году таким никто не занимался, вот чтобы именно сделать эмидуальное. Ну вот, посмотрите, с крестом, что вот это вот ракушняковое. Какие это? Просто вставили мраморный крест, сделали облицовку мраморную и все. Такой забор здоровый и дома новые. Прям за кладбище. Построили. С колючкой забор. Квартира с видом на кладбище. Но я не вижу сварки. Да, 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 нет, это старый. Я сварки не вижу здесь. И с той же тоже опер. Да. 79-й, 2003-й. С ворот идет. Вот, и я не вижу здесь сварки. Скорее всего, что-то семейный палисад такой вот. Семейный палисад. Но, ограда старая. Ограда старая, на клепках. Она клепаная. Она чисто клепаная. А эта? Тоже? Это тоже родная. Это тоже того времени. Тоже клепаная? Да, смотрите. Странно, что-то. Чисто клепаная вот такая вот. Может, у них какой-то мастер был, который без сварки работал тут. Когда, что не десяток, а пятидесятый год? Ну, вот, 59-й год тоже. Или тут были другие могилы, ограду оставили, а... Скорее всего. А могилу новую. Или где-то с другого кладбища приобрели. Габер. Антон Лазаревич Габер. Ну, смотрите, видите. Ну, это уже более современное. Ну, вот и все вам. Вот вам и ответ. Или где-то приглядели эти ограды. Потому что та четко. Там еще не хватает монограммы. Монограмма не хватает на том входе. Как обычно всегда рисовали. 26-го. Ну, что-то... Подождите, нет, что-то здесь, но оно не открывается. Вот такая. Самый короткий перелет. Свой рассказ про коллапс столицы. Могила. Приходят часто люди. 26-го и декабря 1910-го года трагически погибли в авиакатастрофе. При посадке... И вот журналы тут. Татлер и Вояж. Такие. Интересные дела. Да. Бондаренко, Иоанна Геннадьевна и Веченкина. Веченкина, Екатерина Алексеевна. 91-92-го года. То есть им тогда в 2010-м еще 20 лет даже не было. Не-е-е. Кошмар. Сейчас можно посчитать. 9... Ну, 18 и 19 лет. Да, 19 и 18. Вот такие девушки две. Охренеть. Музыка. 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 Веченкина Екатерина 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 Пока